Профильный комитет Законодательного собрания Новосибирской области рассмотрел вопросы организации безопасности дорожного движения в регионе. Статистика показывает, что количество ДТП в Новосибирске в сравнении с прошлым годом возросло. При этом количество дорожных ЧП на федеральных и областных дорогах снижается. Подробнее о проблеме далее в прецеденте. Дорожная обстановка стала первым вопросом в повестке заседания комитета Заксобрания области по транспортной, промышленной и информационной политике. С динамикой аварийности депутатов ознакомил глава регионального Минтранса. За два месяца у нас есть снижение по количеству ДТП с аналогичным периодом прошлого года по погибшим и пораненным. На дорогах федерального значения снижение по ДТП на 24%, по погибшим на 17%, по раненым на 20%. На дорогах регионального и межмуниципального значения снижение по количеству ДТП 5,6, по раненым на 17,7, по погибшим на 7,7%. В городе Новосибирске по ДТП рост 1,1%, по погибшим погибло 7 человек стабильно и ранено 241 человек плюс 2% к прошлому году. Всего на дорогах региона с начала года произошло 4837 ДТП, что почти на 16% ниже прошлогоднего периода. Чаще всего регистрируются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов, причем большей частью в светлое время суток. При этом из 66 мест концентрации ДТП 57 находятся на магистралях Новосибирска. В ГИБДД отметили, что негативно влияет на безопасность движения и отсутствие в областном центре проекта организации дорожного движения. Разработка документа затянулась из-за недобросовестного подрядчика. Основными причинами ДТП стали несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходных переходов, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, неправильный выбор дистанции, выезд на встречную полосу, нарушение требований сигнала светофора. Для улучшения ситуации на дорогах Новосибирска в этом году муниципалитет планирует реализовать целый ряд мероприятий. По сравнению с 2023 годом значительно увеличилось финансирование на нанесение дорожной разметки. С 40 миллионов до 125 миллионов – это именно содержание разметки в круглогодичное нанесение термопластиком. Совмещение пешеходных переходов с искусственными дорожными неровностями, строительство светофорных объектов и установка пешеходных информационных секций на них. Начальник областной госавтоинспекции отметил рост числа аварий из-за неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети. Депутаты заверили, что продолжат следить за дорожной обстановкой, пока ситуация не стабилизируется. В 2023 году она была, скажем так, катастрофическая по дорожно-транспортным происшествиям, и регион входил в негативный список. В Российской Федерации было принято решение, что ежемесячно этот вопрос с повестки дня не снимается до тех пор, пока не нормализуется ситуация с дорожно-транспортными происшествиями. Поэтому это нормальная рабочая обстановка. План мероприятий, про который мы говорили, он будет на этой неделе утвержден. Немножко с опозданием, но тем не менее, места концентрации ДТП – это основные моменты, на которые необходимо будет обратить внимание. И мы точно эти вопросы будем держать на контроле, они будут выполнены. Продолжение следует... Продолжение следует...